Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Меня зовут Оксана Тружкова. Мой лемази Оксана Тружкова. В эфире программа уроки мордовского макшанского языка. Сегодня мы с вами познакомимся с названием птиц на макшанском языке. Птицы бывают домашние, перелетные, зимующие. Птица – нармань. Нармань. Домашние птицы – удань нармать. Удань нармать. Перелетные птицы – лямбеши ретушен ды нармать. Зимующие птицы – тялань нармать. Курица – сараз. Петух – отекш. Утка. Яксярга. Яксярга. Гусь. Мати. Мати. Ворона. Варси. Варси. Синица. Ситямня. Ситямня. Сорока. Сясьгата. Сясьгата. Дятел. Шекшата. Шекшата. Воробей. Киркс. Киркс. Скворец. Посьмар. Посьмар. Ласточка. Посьгата. Посьгата. Голубь. Гуляня. Гуляня. А теперь научимся отвечать на вопрос «Чей голос?» Чей? Кинь. Кинь. Голос? Вайгель. Вайгель. Чей голос? Кинь вайгельс. Тя кинь вайгельс. Это голос петуха. Тя отекшть вайгельс. Это чей голос? Тя кинь вайгельс. Это голос утки. Тя яксяргать вайгельс. Это чей голос? Тя кинь вайгельс. Это голос гуся. Тя матить вайгельс. Это чей голос? Тя кинь вайгельс. Это голос вороны. Тя варсить вайгельс. Это чей голос? Тя кинь вайгельс. Это голос синицы. Тя си тям нять вайгельс. Это чей голос? Тя кинь вайгельс. Запоминайте название птиц на макшанском языке и учитесь говорить по-макшански вместе с нами. До свидания! Шумбрата да Ялгат. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам об обычаях и обрядах, связанных с поклонением лесам, лугам, деревьям. Леса в жизни мордовского народа всегда имели большое значение, ведь недаром Мордвумокшу и Эрзю называют лесным народом. Еще вплоть до конца XVIII века территории нашего края покрывали обширные леса, и, конечно, многие обряды и верования были связаны с лесом. Нужно сказать, что мордва всегда придавали лесу большое значение. Они считали, что деревья в лесу, как и люди, живые. Древние веровни мордвы – это язычество. И мордва верила, что повсюду обитают свои духи, божества, и к ним можно обратиться как раз в специальных местах. Таким местом были керемити – места, отведенные для молений. Они обычно находились в лесах. Это участки леса в 20-30 сажень, которые в прошлом, в далеком прошлом, даже огораживались либо плетнем, либо специальным забором, тыном. Именно к священным деревьям мордовские крестьяне приносили свои дары. В виде различных угощений – блинов, яиц, вареного мяса. Эти подношения укладывались в корзину и вешали высоко на священное дерево. Считалось это дар богам. Взамен люди просили о здоровье, о благополучии, о том, чтобы был хороший урожай и не болела скотина. В лес ходили не только к священным деревьям. Лес издревле – это место, которое кормило человека. Здесь можно было поохотиться, собрать грибы, ягоды, срубить деревья для строительства жилища. Мордовские мужчины занимались ибортничеством, собирали мед диких пчел. И во время опасностей, когда вдруг на мордовские селения нападали кочевники или другие захватчики, то мордва всегда пряталась в лесу. Как описывают путешественники, которые в то время проезжали по территории нашего края, что у этого народа, мордвы, нет городов, а есть только небольшие поселения, и чаще они находятся в лесу. Покровительницей леса у мордвы считалась богиня Верява, ее называли. Верь в переводе с мордовского – лес. Ава – женщина. Конечно, это божество наделялось различными характеристиками. Кому-то она виделась высокой женщиной, которая одета в национальную одежду. Она порой была выше сосен, выше деревьев, шла, когда она по лесу, то везде стоял шум и треск. Люди очень боялись ее и боялись встретить ее где-либо в лесу. В мордовских быличках так описывают встречу с Верявой. Мальчишками мы впятером ходили на заготовку леса, а ведь раньше леса были не то, что теперешние. Пришли вечером с работы в построенную тут же землянку, поужинали, легли спать. Слышим, женщина какая-то кричит. Проснулись. Кто-то кричит. Наверное, заблудилась. И давай кричать ей. Кричали, кричали. Кто-то подошел ближе к землянке. Мы зарабели. Видим, стоит голая женщина. Волосы распущены вдоль тела. Нога у нее одна. Но ходит, не хромает. Как засмеется нам в лицо. Лес задрожал и закачался. Потом плюнула и ушла. Часто Верява была и недовольна теми, кто заходит в ее лес без разрешения. И если она разозлится, то человек может в лесу заблудиться. Некоторые видели Веряву как обычную макшанскую или рязянскую женщину, которая шла по лесу и громко смеялась или сидела на большом пне и расчесывала свои густые запутанные волосы. В современном мире, конечно, уже мало кто верит в Веряву. Но все-таки некоторые по привычке, идя в лес, нет-нет, да и вспомнят эту богиню. Если человек вдруг после леса заболевал, то считается, что именно такие болезни нужно лечить именно в лесу. Приходить на опушку леса, опять же, к священным деревьям и просить о выздоровлении. Вообще, многие деревья у мордвы считались особенными и обладали различными свойствами, различной силой. Так, например, липа считалась деревом, покровителем зрелых женщин. Липа могла избавлять от различных болезней. Не зря липу называли прощенным деревом. Макар Исеевич Евсеевев, мордовский ученый-этнограф, описывает, что в селе Волгапино Краснослободского уезда есть такие священные липы. Они стоят отдельно в поле, и мордва часто после церковного богослужения, уже будучи православными, отправляется к этим липам и устраивает еще одно свое древнее моление. Деревья, такие как рябина и осина, обладали свойством отгонять нечистую силу. Часто использовались веники из рябины, когда человека лечили в бане. Или, как уже я говорила ранее, к ребенку в люльку клали рябиновую веточку. Такое дерево, как береза, оно тоже почиталось. И это было женским деревом, и было тоже покровителем женщин. Поэтому часто можно было и на троицу встретить какие-то обрядовые игры, обрядовые действия. Часто можно было и на свадьбу заметить, когда в некоторых местностях кибитку, вот эту телегу, на которой везли невесту, ее украшали березовыми ветками. Несмотря на то, что много времени прошло с тех пор, когда Мар-2 верили в своих древних божеств. Сейчас, конечно, идя в лес, редко кто вспомнит веряву, но все же уважительные отношения к лесу все равно до сих пор преобладают. Люди знают, что идя в лес, лучше идти с добром туда, иначе все, что угодно может случиться там. Некоторые еще и верят в веряву и в лесных духов, и, идя по привычке по грибы, по ягоды, нет-нет, да и вспомнят древних божеств. Ялгат, оят, друзья! На этом мы с вами прощаемся. Вас, Тамазанок, Васи Демазанк. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok